С ненавистью к детям. Врач-педиатр кроет матом новорожденных, патронажем которых должен заниматься. В качестве смягчающего обстоятельства делают это не лично, а через домофон. Педиатр Агафонов из автозаводской поликлиники номер 3 пользуется дурной славой среди родителей за хамского поведения. Это видно по настрою, с которым он идет на первый осмотр новорожденного ребенка. Конечно, мы запикали всю нецензурщину, но поверьте, ни один родитель не хотел бы услышать таких слов в адрес своего ребенка от человека, которому доверяют здоровье и жизнь своего новорожденного. Он звонил в домофон, первый раз не дозвонился и начал матом говорить слова всякие разные плохие. Я раньше не видел его, но слышал отзывы про него и сразу понял, что это единственный врач такой, который в этой поликлинике. Понял, что это Агафонов, и мы даже его просто на порог не стали пускать. Ну, хамский себя ведет постоянно со всеми. Постоянно приходит, не разувается, проходит грязных ботинок, не одевает бахилы. Его там попросят руки помыть, он там грубо отвечает, типа, вот, что меня учить будете. Не моет руки даже, когда детям притрагивается, даже к новорожденным. Очень дерзкий, как специалист. Даже элементарно там вымыть руки, пройти, у него нет такого в практике. Если он проходит, то он даже не разувается. Бахилы он не одевает. От многих знаю, что кто настойчивый, его просит одевать, например, бахилы, он их заставляет самих нагибаться, ему на ноги их одевать. Я считаю, что это ненормально. Ну, вот я вызвала в конце декабря врача на дом, пришел Агафонов, и начал меня отчитывать по поводу того, что зачем я вызвала врача на дом. Дом находится около поликлиники, надо дать таблетку ребенку, везти на прием, попробовать еще раз вызвать. Вызвали врача, у ребенка была высоченная температура, а вот, пришел врач, я, конечно, о нем была наслышана, но он не прошел домой, он встал на пороге, попросил принести ребенка, больного, к нему, чтобы он его осмотрел. Писали заведующие, она на что отвечала, сказала, что у меня, ну, если я уволю, мне некому заменить, потому что, ну, никто не хочет работать. Сам педиатр Агафонов сегодня вел приемы, и мы показали ему запись видеодомофона с его нецензурной брани в адрес конкретного ребенка, к которому он пришел, и новорожденных вообще. Понимаете, ну вот, вы вот мне единственную запись показали, вот, для того, чтобы вот так утверждать, должна быть тоже видеосъемка или аудиозапись, этого же нет, это просто слова, говорить-то можно все, что угодно. Не важно, что я там за дверью говорю, это вообще мое личное дело, что я там за дверью говорю. Понимаете, важно то, как я разговариваю с родителями, что мы с ними обсуждаем. Родители говорят, что вы достаточно грубо, дерзко идете все-таки. Не знаю, может им кажется, я так не считаю, может быть, что там семейные какие-то проблемы, им кажется, что врач грубо разговаривает, но всегда корректно разговариваем со всеми очень хорошо. Знаете, что много жалоб на вас пишут? Ну, у нас сейчас люди любят писать жалобы и тратить время на одевание бахилов. Вот представьте, если у человека 25-30 вызовов, я буду 25-30 раз одевать бахилы и снимать куртку и одевать. Уходит очень много времени. Конечно, не дело я знаю, но просто мне приходилось работать, вот такой объем работы выполнять, но ничего. Руководство поликлиники не захотело комментировать поведение своего врача. Родители обратились, они говорят, что очень грубо и дерзко ведет себя ваш педиатр. Андрей Юрьевич. Я начинала, извините, в своем согласии на видеосъемку и на интервью. Все вопросы в своей политике главному врачу 25-й больницы. Какие меры предпринимаются как педиатр? Он еще раз обращается к главному врачу 25-й больницы, а сейчас он не мешает заработать. Но вы знаете, что он себя грубо ведет с пациентами, с родителями? Знаете об этом? Не хотите с нами пообщаться, да? Главный врач выехал, полчаса назад в министерство поехал. А может быть обратиться нам к заместителю главного врача? Нет, вы не будете, хотя я вас не пропущу. Сегодня же мы написали запросы в Министерство здравоохранения Нижегородской области, но там комментариев не дали. Если для проведения служебной проверки нужна полная, нецензурированная версия, нецензурной брани педиатра в адрес новорожденных, мы ее, конечно же, предоставим. Замечу, что во время съемок сюжета нам поступило множество жалоб от родителей не только на хамство, но и на качество лечения данным педиатром, что, собственно, неудивительно. Ведь если врач грязно материт детей, вряд ли он будет помогать им от всего сердца.